приветствую друзья у нас с вами сегодня на очереди геометрия 5 вариант и сборника ященко база егэ математика это задание с 9 по 13 и начнем задание 9 план местности разбить на клетки каждая клетка обозначает квадрат метр на метр необходимо найти площадь участка выделенного на плане ответ дать в квадратных метрах что мы с вами видим мы видим четырехугольник у которого две стороны параллельны четырехугольник у которой две стороны параллельны называется трапеции значит мы идем в справочный материал и смотрим что площадь трапеции вычисляется как сумма оснований трапеции деленная пополам и умноженное на высоту то есть нам необходимо с вами найти основание и высоту давайте посчитаем какое количество себя заключает клеточки основания раз два три четыре ну и сразу просуммируем 5 6 7 8 9 10 то есть сумма оснований у нас с вами равняется 10 теперь необходимо найти высоту что такое высота высота это перпендикуляр опущенный из вершины трапеции к другой стороне мы естественно выбираем такую высоту которую удобно посчитать потому что можно конечно взять высоту из и из другой вершины но здесь вполне удобно 1 2 3 тогда что у нас выходит с вами площадь равняется сумма оснований 10 деленное на 2 и умноженное на 3 10 и 2 можно сократить это получается 5 но и осталось 5 умножить на тройку и это будет 15 то есть в ответе мы с вами в девятом задании напишем 15 10 задание на рисунке 10 казано как выглядит колесо семью спицами сколько будет спиц колесе если угол между соседними спицами в нем будет равен 12 градусов и так у нас с вами колесо ну естественно у колеса есть ось центр центр колеса и нам спрашивают сколько вот таких вот спиц будет в колесе если угол между спицами 12 градусов смотрите это у нас с вами получается центральный угол центральный угол опирающийся на дугу равен дуге то есть у них одинаковая градусная величина то есть если центральный угол 12 то и дуга на которую он опирается тоже 12 все мы помним что полная окружность составляет 360 градусов давайте разделим 360 на 12 и посмотрим сколько же таких секторов у нас с вами здесь поместится и так 360 разделить на 12 ну 36 разделить на 12 это будет 3 и еще остается 0 30 то есть 360 разделить на 12 это будет 30 то есть у нас с вами получится 30 спиц это и будет ответ десятой задачи 11 задание деталь имеет форму изображенного на рисунке многогранника все двугранные углы прямые что это значит это значит у нас с вами везде прямоугольники ну кроме верхней части и нижней там у нас из кусочков состоит но тоже с прямыми углами числа на рисунке обозначают длинный ребер в сантиметрах необходимо найти площадь поверхности этой детали ответ дать в квадратных сантиметрах и так что у нас с вами получается у нас тут такая странная деталь которая состоит давайте посмотрим сначала на боковушки боковушки то есть разделим их на запчасти боковушки это у нас два таких прямоугольника с этой стороны и вот там вот с внутренней до стороны которую мы не видим но сторона у нас 5 и 1 с этим разобрались то есть две боковые части глянули теперь другие две боковые части это у нас с вами получается вот там задняя то есть задний прямоугольник что у него у него тоже 5 и 1 то есть получается здесь две боковые это у нас одна задняя часть а теперь посмотрите если бы у нас тут какой-то такой рычаг стоял и вот этот прямоугольник чик выдвинулся бы вперед он занимает точно такое же будет занимать точно такую же площадь как и задняя часть то есть передней у нас точно такой же значит еще плюс 1 передняя часть посмотрите если мы с вами посмотрим на этот прямоугольник спереди мы же не увидим что у него там вырез идет то есть мы не увидим что идет а вот эта стенка и вот та стенка то есть получается что вот это выглядит вместе с этими одинаково то есть по площади она будет занимать одинаково поэтому мы ее можем учитывать как одну площадь дальше что у нас еще есть у нас есть верхняя часть и нижняя часть верхняя часть выглядит а вот таким вот образом значит у нас получается вот такая фигура потом тут квадрат вырезан и вот такая фигура давайте подпишем здесь у нас 5 здесь один здесь один таких частей у нас тоже две две нижняя и верхняя нижняя и верхняя и осталось нам посчитать еще плюс вот эту одну боковушечку и с этой стороны боковушку то есть у нас еще две таких детали один на один то есть что тогда у нас получается с площадью пока разберем те моменты которые мы можем посчитать смотрите вот это мы можем объединить в одну площадь то есть что у нас получается у нас получается две боковые задние и передние до их всего 4 штуки то есть площадь вот этих фигур у нас будет 4 умножить 5 на 1 но потому что площадь прямоугольника это боковая сторона на боковую сторону то есть две с произведения двух смежных сторон 5 на 1 таких у нас фигур 4 плюс но нам же нужно найти площадь всей этой фигуры значит мы начинаем дальше двигаться теперь мы можем найти вот этих две маленькие фигуры нас их две штуки значит 2 умножить 1 на 1 я специально так пишу чтобы мы понимали о чем идет речь все с этими фигурами разобрались давайте теперь разберемся вот с этой вот белой фигуры которая у нас верхняя и нижняя что у нас с ней происходит а у нас не тоже все довольно таки просто смотрите если мы преобразуем прямоугольник то площадь прямоугольника у нас получается 5 на 5 и из этого прямоугольника просто вырезали вот этот квадрат минус 1 на 1 и таких фигур у нас две штуки все тогда добавляем сюда то что мы с вами записали плюс 5 умножить на 5 минус 1 умножить на 1 и умножить на 2 и давайте теперь посчитаем все что у нас здесь получилось то есть если нас просят найти площадь поверхности всей детали значит мы просто находим сумму всех площадей всех грани ну и что у нас выходит 4 умножить на 5 умножить на 1 это 22 умножить на 1 и на 1 это 2 5 умножить на 5 это 25 25 минус 1 это 24 и 24 умножить на 2 это будет 48 ну и тогда окончательно 2 плюс 48 это будет 50 и 50 плюс 20 это 70 и это площадь всей детали которую нас просили найти 70 12 задача на стороне bc прямоугольника a b c d у которого a b 24 и a d 31 отмечена точка е так что треугольник a b е вот этот треугольник у нас с вами а б е равнобедренный равнобедренный это значит боковые стороны равны то есть вот эта сторона равняется этой стороне найти еды найти нам нужно вот эту сторону и так ну что мы видим давайте я зарисую побольше чертеж значит у нас есть е б а c д значит получается что это 24 это 24 если эта сторона 31 почему бы е 24 ну потому что нам сказали что треугольник равнобедренный значит б е 24 если а д 31 а д в прямоугольнике равняется bc но б c в свою очередь состоит из суммы отрезков б е и е ц но мы-то с вами знаем что а д 31 мы знаем чтобы е 24 тогда отсюда мы можем найти е ц а е ц равняется 31 минус 24 то есть 7 то есть е ц равняется 7 а dc это 24 по условию нам дан дан с вами прямоугольник и смотрите что получается если мы выделим сейчас вот эту фигуру то мы получаем прямоугольный треугольник у которого известны два катета и необходимо найти еды а еды это гипотенуза значит нам на помощь приходит теорема пифагора то есть еды равняется квадратный корень из суммы катета е ц квадрат плюс cd квадрат е ц в квадрате у нас получается 49 cd в квадрате смотрим таблицу квадратов и видим что 24 в квадрате это 576 складываем 9 плюс 6 5 4 7 и 1 это у нас получается 12 мы получили 625 но и опять по таблице квадратов 625 это у нас с вами 25 значит еды равняется 25 и задачу мы с вами сделали но и осталось из этого блока блока геометрии последняя задача 13 объем конуса равен 625 то есть посмотрите нам дан конус и его объем равняется шестьсот двадцать пять объем конуса шестьсот двадцать пять через точку делящую высоту конуса в отношении один к четырем то есть вот эта точка делит в отношении один к четырем что это значит это значит сюда помещается одна часть сюда помещается четыре части а вся высота тогда в себя помещает пять частей найти объем конуса отсекаемого от данного конуса проведенной плоскостью то есть от нас просят найти объем вот этого маленького конуса конус маленький пускай ты смотрите что у нас получается у нас получается что один объем один конус то есть возьмем вот он конус это большой и возьмем маленький конус и получается что сюда помещается высоту пять кусочков а а сюда помещается один кусочек. Тогда что выходит? Выходит, что высота одного конуса больше другого конуса в 5 раз. В 5 раз. А мы с вами в прошлый раз рассматривали формулу, что объемы подобных тел относятся как коэффициент подобия в кубе. То есть, если мы разделим объем большого конуса на объем маленького конуса, да, искомого конуса, маленький, то это как раз получится то число, во сколько раз один конус больше другого коэффициент подобия в кубе. То есть, получается, чтобы найти объем маленького конуса, нужно 625 разделить на 5 в кубе. Ну, 625 – это у нас с вами получается 4 пятерки, ну, потому что 525 умножить на 25, а 5 в кубе – это 3 пятерки. Можно тут даже столбик не считать. Сразу на 3 пятерки сокращаем, и остается 5. Итак, еще раз, что мы с вами сделали? Мы определили, что один конус больше другого конуса в 5 раз. Вспомнили формулу, как относятся объемы подобных фигур. Они относятся как коэффициент подобия в кубе. Главное не ошибиться, что на что мы делим. Но тут уже включайте логику хотя бы. Если мы большие делим на меньшее, то получается число, конечно, целое. А если бы мы меньшие делили на большие, то мы получили бы немного другой коэффициент подобия. Получили бы 1 пятая в кубе. Ну, вот и все. Теперь мы с вами сейчас подведем итоги, что мы в результате получили в геометрии. Выпишем все ответы и будем заканчивать. Итак, девятая задача. Девятая задача у нас с вами получилась 15. В десятой задаче 30. В одиннадцатой 70. В двенадцатой 25. И в тринадцатой мы получили пятерку. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Давайте готовиться к экзамену вместе. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!